здравствуйте давайте познакомимся меня зовут ольга мой канал называется хельга вяжет исходя из названия вы понимаете что говорить мы будем здесь о вязании но надеюсь со временем о чем-нибудь еще вот хочу вам сказать что на данный момент меня просто захватила волна игрушек я никогда в жизни не думала что игрушки вяжутся когда я зашла в интернет я эту историю отдельно расскажу в следующем видео я просто обалдела насколько красивые игрушки вяжут люди и насколько там сколько там вообще этой красоты и с тех пор я вижу игрушки сегодня просто я вам представлю игрушки которые я связала которые у меня есть в наличии которые я планирую продавать которых я уже могу оторвать от сердца потому что каждая игрушка это это что-то настолько родное настолько любимая они все зацелованные мною пока вяжутся связали хвостик какой прекрасный хвостик связали ручки боже какие волшебные ручки связали ножки такие красивые ножки они когда были со мной мне было на душе спокойно и это было мое родное и оторвать их от сердца я скажем так не могла но все приходит со временем со временем я немножко успокоилась вяжу и их также дальше с удовольствием очень люблю придумывать собственные мастер-классы и как бы они все равно самые любимые самые самые дорогие но как говорится по прошествии нескольких лет я уже могу начинать потихоньку продавать игрушки я уже как бы в принципе этим занималась вот но в соцсети я не выходила это скажем так первый раз дебют вот и начну я вам показывать свои игрушки с тех игрушечек которые вы можете увидеть на заставке у меня это английский бульдог и мопс я очень люблю вязать парочками первого кого я вам сегодня покажу это будет прекрасный джентльмен это английский бульдог вязала я его просто смотря на картинку на фотографии в интернете как должны выглядеть английские бульдоги мне когда-то был период очень нравились английские бульдоги вот посмотрите пожалуйста какой у меня красивый получился мальчик он прекрасен у него есть и язычок как это свойственно английским бульдогом вечный язык на плече и вечно жарко и тяжело ножки крутятся ножки у меня на нитяном креплении скажем так по прошествии определенного количества времени которые я вязала игрушки мне больше нравятся ножки на нитяном креплении потому что нету здесь иногда когда закрепляешь на суставы они как-то или сильно стягиваются или немножко торчит здесь как-то вот ляжка выбирать не знаю как иначе это название а на нитяном креплении если правильно прикрепить то тогда она будет вот как естественно незаметно вот поэтому ручки у нас тоже крутятся давайте я сниму кофточку чтобы вы его увидели во всей красе люблю я очень вязать игрушки чтобы они были с одеждой они такие какие-то домашние милые получается голова у нас тоже крутится она на суставе грудку я ему вывязала вот такую беленькую вот такой красивый мальчик джентльмен с манишечкой вот с манишечкой сзади вот такой вот маленький хвостик кофточка у нас связана из yarnart джинс это полухлопковая ниточка вот такой замечательный английский бультошек а теперь я покажу вам его напарницу красивейшую девочку так ты красавчик посидим посмотрите какая прелестная мопся смотрите какая девочка какая миленькая тоже с язычком обязательно с язычком язычок у нас вот такой можно потрогать с язычком потому что они тоже вечно жарко тяжело и вечно они хекают вот тут у нас цветочек бусики я сделала на резиночки чтобы их большие головки проходили вот бусики сзади одна бусинка вот такая вот голова у нашей мопси тоже крутится она тоже сделана на суставе ножки так же само и ручки на нитяном креплении можно двигать в разные стороны как кому нравится вот у меня еще здесь юбочка или как сарафанчик тут она лямочках называет юбочка тоже кстати снимается вот есть пуговичка сзади виде цветочка и она снимается но самое главное здесь даже не в юбочке самое интересное здесь хвостики посмотрите на этот милый закрученный хвостик я его вывязала чтобы он имел такую форму цель на вязаный то есть сам он его никак не загибали не пришивали там чтобы он имел такую форму он сам по себе вот такой вот вывязанный в результате чего он вот такой вот имеет форму закрученности как у мопсиков хотела более сделать бубликом но не получалось вывязать вот внутрь я не вставляла ни проволоку ничего это он сам по себе вот такой вот хвостик завитой немножечко вот такая у нас прекрасная девочка сарафанчик снимается бусики снимается бантик снимается я в принципе люблю когда у игрушек вещи снимаются это конечно придает игрушки какой-то такой особый шарм но в то же время и как бы знаете это когда детки играются можно снять юбочку сеть кофточку бантик нацепить то есть это идет у детей развитие моторики и вообще как бы интересно поиграться когда ты что-то снимаешь одеваешь я как бы вижу игрушки там где у меня как бы одежда типа цельно вязаная просто типа например там вот у меня будет попозже игрушка мишка в пижамке вот она цельно вязаная там как бы пижамка она вывязана она тоже по-своему интересно но я хотя бы хоть хоть что-то в игрушке должно какая-то вещичка должна сниматься мне кажется что так она более интересная потому что ты когда берешь игрушку ну вот и поигрался с ней да классно пообнимался с ней и все а вот и хочется поиграться что-то снять одеть чтобы она у тебя голенькая полежала то есть идет она к вам спадки в постельку сняли вещички положили на тумбочку и все голенькая игрушечка готова с вами спадки на следующее утро проснулись игрушечку одели вот то есть это как бы элементы игры не знаю мне очень нравится когда одежда связана отдельно вот так что у меня в данном случае у меня юбочка снимается и все что на ней все снимается вот такая она у меня прелестная замечательная девчушечка такая мопсенька маленькая прекрасная толстенькая мопсенька мопсов я вообще обожаю это отдельная история эта игрушка именно конкретно связана мопсом но у меня есть одна игрушка которая была перед этой мопси связана и я вам о ней расскажу в другом видео и вообще как бы чего с чего началась вот это вот вязанина мопсов и английских бульдогов так красавица иди посиди рядышком со своим напарником другом со своим вот так вот видно видно так дальше еще начать не помню говорила или нет эти игрушки вот эти вот две это мой личный мастер-класс то есть смотрела я на фотографии и просто смотрела как что должно было быть бы у этих зверюшек следующую игрушку игрушки я хочу показать вам они тоже связаны по моему личному мастер-классу и прототипом этих игрушек это послужили мои родственники пара муж и жена поэтому как бы они мне тоже очень дороги но как говорится пришло время показать их всем и так это котик посмотрите на него посмотрите какой он замечательный толстенький пузатенький красавчик это мальчик это как бы если брать если смотреть на породы котов то я пыталась здесь показать что это английская порода как же они британцы британцы коты британцы вот то есть они тоже такие серенькие мордатенькие толстенькие пушистенькие не сильно пушистенькие но такое с набитой шерсть шерсткой вот это вот такой вот у меня мальчик джентльмен котик британец я его еще иногда называю вот с таким вот хвостиком голова здесь не крутится на тот момент у меня не было суставов поэтому хотя можно было бы сделать но суставов не было поэтому у меня голова не крутится в нем у меня крутится только ножки ножки ручки можно было бы сделать но так как он очень толстенький они бы торчали очень вот так вот сбоку и я этого не хотела поэтому я сделала я ввязала ручки ручки просто вязаные вот а ножки крутятся вот такой красивый мальчик в таких вот шортиках или штанишечках на подтяжечки как кому и с бантиком бантик и штанишки снимается я вам здесь сниму потому что под ними находится все самое интересное бантик в принципе можно оставить а вот штанишки надо снять обязательно потому что там есть изюминка сейчас секундочку один момент и что мы видим что у нас есть пупчик вышит пупчик и вышита дырочка под хвостиком то есть только шарш немножко чтобы было интересно вот такой вот милый меня кошак вот с такими толстенькими лапками с вышитыми на них когтиками и кстати усы мне нравится когда усы торчат вот и там из лески делают но когда играются детки это не особо удобно и здесь я просто усы вышила сбоку посмотрите связала мордочку и вышила усики как бы на самой мордочке и голове вот такой вот длинненькую длинненькие такие усики вот вот такой вот у меня котик сейчас я ему одену штанишки штанишки я уже ему переодела единственное что хотела еще вам показать такие вот у нас пуговички здесь вот в виде лапок таких вот вот такая вот красота вот такая красота я его очень люблю он замечательный кошак а сейчас я покажу его подружку так иди кисенька посиди тут подружка у нас вот такая вот кошка сямочка с голубыми глазами как у нас настоящих сямочек вот такая у меня кошечка сямочка кошечку я раздену и покажу вам потом как она выглядит голенько потому что ну за счет одежды не и всю красоту видно вот посмотрите на эту барыню барыню с ударами так же самое я и сделала усики вышила носик мордочка все пришито у меня здесь здесь ручки двигаются ножки двигаются голова не двигается не было сустава посмотрите сзади вот такая вот кофточка у меня застегнута на жемчужинках а на кофточке у меня вот такая вот красивая бабочка бабочку вышивала тоже из жемчужинок из бисера что было дома сейчас я вам кофточку сниму юбочку и покажу как выглядит у меня сама по себе кошечка посмотрите я сняла кофточку и юбочка у меня вот здесь на резиночке вот таким вот образом я связала то есть она по кругу и вся целенькая легко снимается вот такая вот юбочка вот такая вот отдельно связанная кофточка для кошечки вот такая вот одежка а теперь посмотрите на саму красавицу вот она красотулька посмотрите на ее ручки ножки окраску расцветку ну старалась передать по крайней мере как у настоящих сиамочек чтобы было похоже и тут тоже интересность есть в хвостике хвостик решила делать не просто прямой колбаской а решила тоже сделать завитой в таком мопсе я делала хвостик очень закрученный более а здесь менее закрученный он тоже связанный нет там ни проволоки ничего игрушка полностью вся мягенькая с ней можно играться с ней можно спать ножички крутятся ручки вот такая замечательная девчушка сейчас я ее одену и мы продолжим дальше все девочку я одела и вот такая вот красавица в паре вместе со своим джентльменом все идут на диван вы можете любоваться ими с экрана следующую игрушечку которую я вам покажу это вот она уже выглядывает это мишка в пижамке связала я ее по мастер-классу Елены Янцер я очень люблю эту вязальщицу этого блогера не знаю как правильно сказать я очень люблю Елену Янцер она замечательная я иногда даже просто включая видео просто ее слушаю что она там рассказывает пока она вяжет свои мастер-классы вот или не только свои она обычно вяжет по мастер-классам других вот но эта мишка связана по мастер-классу именно Елены Янцер хоть она и скромничает говорит что она там его из разных частей собирала но не важно мишка получилась просто волшебная у меня был еще мальчик мишка я потом сделаю отдельное видео он продался отдельное видео по тем игрушкам которые у меня были в наличии но уже продались а сейчас вот посмотрите на вот эту вот красотулечку мишка в персиковой пижамке бантик это у меня такая деревянная пуговичка ротик есть у мишки розовенький вот носик розовый не знаю можно было бы сделать черное но она такая милая нежная что-то так захотелось розовой получился такой розовый носик значит воротничок снимается на воротничке тоже есть пуговичка он снимается головка у мишки крутится головка на суставчике головка крутится ножки ручки не крутится это такая спальная игрушечка с которой можно спать мишка Соня или как еще можно назвать ну что она в пижамке в колпачке готова ко сну я стараюсь хотя бы чтобы что-то можно было одевать снимать вот так вот вот такая вот замечательная барышня вот такая сладенькая вот такой вот карапузик с таким вот хвостиком еще хочу показать вам слоника его вязала Елена Янцер по мастер-классу Елены Жаглиной слоник скажем так я взяла от этого мастер-класса только голову уши ты думала сама пчелочку придумала с бантиком сама то есть как вязать форму головы как вывязывать хобот это все я взяла из этого мастер-класса туловище у меня другое совершенно ручки по-моему такие же как и в мастер-классе я уже сейчас и не вспомню ножки тоже по-моему как в мастер-классе но я их переделала и сделала так чтобы они были подвижные сделала их на нитяном креплении вот и хвостик я уже не помню так я делаю или иначе но в общем изменения у меня есть а я еще вот здесь вот девчошки сделала вот ротик если вы увидите там есть еще розовый язычок то вот и то что вот такая вот мне слоняшка вот такая вот у меня милашка как и одна моя знакомая девочка сказала когда она увидела этого слоняка дорогая стоить смотрю домой во времена моего детства если бы мне дали такую игрушку я бы наверное на дня 3 пропало меня бы просто не видели и не слышали эта я бы с ней играла с целыми днями Так что вот такая девчушка А ее мальчика-братика Я вам покажу в другом видео Там, где буду выкладывать те игрушки, которые я уже продала Сегодня пока те, которые у меня есть Еще на данный момент Так, иди, слоняшенька, иди посиди тут рядышком Со своими друзьями А теперь я вам покажу У меня еще есть серия игрушек Там тоже несколько продалось Игрушечек Это серия зайчиков С зайчиками я давно вдохновлялась И вот как-то руки не доходили, не знаю Не получалось начать серию зайчиков Просто зайчики это затягивают Скажу сразу Но я дошла до этой серии Итак, самая первая зайка у меня Сейчас, секундочку Вот такая вот Это мой личный мастер-класс Они прекрасные Посмотрите, какая красота Вот такая зайчишка Здесь у нас одежда Я себе изменила И одежду сделала цельно вязаной Не снимающейся Ну, тут, по крайней мере, есть юбочка Которая оттопыривается И с которой можно хоть Она двигается как-то поиграться Но все равно же Я, как вам говорила У меня детали Хотя бы что-то должно сниматься У меня здесь есть цветочек Он снимается Он на резиночке Он снимается Бантики вшитые не снимаются на ножках у зайки Вот такие Но у зайки есть одна изюминка Занька у меня школьница Она идет в школу с рюкзачком Рюкзачок снимается Мало того, что снимается рюкзачок Его можно развязать Тут есть ниточки Мы рюкзачок можем развязать Положить в рюкзачок что-нибудь Конфетки какие-то Если, например, даришь ребенку Можно положить туда несколько конфеток В принципе, сюда, допустим, печенька Какой-то такой вот Зайдет даже И вот такую вот зайку подарить Тут тоже у меня типа деревянные пуговички Но она чисто не имеет значения для красоты То есть она не участвует в застегивании рюкзачка Рюкзачок снимается Вот его лямочки Вот он Он снимается Вот, допустим, давайте я на одной На этой зайке покажу Как снимается рюкзачок Вот так вот Легко и просто Вот так вот Все, рюкзачок мы сняли Вот такой он замечательный Вот такой замечательный Вот такие вот там вот есть отверстия И туда можно что-нибудь положить Вкусненькое и интересненькое У зайки есть хвостик Обязательно Я люблю, когда у игрушек всегда есть все части тела, которые должны быть И у зайчишки крутится голова Голова на суставе Вот, пожалуйста Голова на суставе Вот Это деревянная пуговичка просто для красоты Вот такая зайка с ротиком Миленьким розовым ротиком Камера сфокусируется Милым розовым ротиком И огромными мягенькими ушками Ушки можно моделировать по-разному Можно вот так вот их делать Вот эти вот ушки Можно назад заводить Допустим, вот таким вот образом Вот, объединять ушки Вот То есть Зайка просто пролезна Пролезна У зайки вот такое вот платье Типа фонарик Рукавчик С рюшиками Ну Это первая зайка, которую я связала Нет, не первая Вру Есть зайка, которую я связала первой И она уже продалась Она была связана для девочки Специально на заказ Это уже вторая зайка Я немножечко по-другому Некоторые моменты сделала И вот такая вот красотулечка С рюзочком Вот такие вот Вот Все, зайка идет отдыхать Это первая зайка Я как бы их вязала С мыслью, что эта зайка Это у меня девочка-ирландка Не знаю Может быть, потому что цвет зелененький Как-то вот я смотрела на нее И в тот момент, когда я начала вязать Я, кстати, думала о странах различных Это у меня девочка-зайка-ирландка Вот так вот получилось Как бы Яркий цвет Такой вот Не знаю Тыквы, зелень Почему-то связана у меня с Ирландией Не знаю Вот такая вот Зеленоглазая девочка-ирландка Так, зайка идет сюда Вот вторая девочка Которая у меня есть на данный момент Вязала я ее как украинку Но После того, как связала Поняла, что это голландка Не знаю Вот голландка и все Вот я ее так и назвала Голландская девочка Голландская зайка Не знаю почему Сочетание цветов Может, вот смотрю на нее Хоть она и в веночке Но вот голландка и все В общем, как-то так вот Хотя кто-то смотрит И говорит, что это украинка Ну, кому как Посмотрите Какая прекрасная зайчишка Она так же самая У нее так же самая Двигается голова Голова на суставчике Вот Зайенька у меня Вот такая вот красавица Тоже У нее тут идут Носочки Это носочки у нас Вот Ботиночки с носочками У зайеньки Вот такие прелестные ушки Которыми можно укрыться Так же само у зайеньки Есть рюкзачок Который снимается И веночек Который тоже можно снять Тоже Который абсолютно снимается Ушки вместе складываются И веночек можно снять Вот Все Сейчас не буду Вот У зайеньки есть рюкзачок Здесь у меня рюкзачок Получился побольше Иногда бывает Пряжа Покупаешь Она сама по себе Тоньше А какая-то больше Хотя вроде Одной фирмы Здесь рюкзачок Получился побольше С желтой завязочкой И туда можно Соответственно Положить Чуть-чуть больше Количества конфеток Или печенья Тоже Вот у меня Тут связано Фонарик Рукавчик В платьичке Вот такая вот юбочка Такой вот Прекрасный хвостик Вот такая Милота Красота Такая зайтюлька Вот такая вот Зайтюлька В таких носочков В таких носочках Вот Иди садись И Все-таки Так как я вязала Зайчишку Украинку И получилось У меня не украинка Голландка Ну на мой взгляд Я все-таки решила Связать Украинского мальчика Вот такой вот Зайчик Украинский мальчик В национальных цветах Посмотрите Какой красавец Зайенька Прекрасный Прекрасный Голубоглазый Мальчик Ушки Я ему сделала Стоячие Не знаю Вот что-то девочке Хотелось Висячие ушки Делать А вот он Вот Ушки должны быть Стоячие Не знаю У мальчиков Так вот И желтенький Рюкзачок Рюкзачок С салютиком И туда можно Тоже Он достаточно Крупненький Туда тоже Конфетки Можно положить Хвостик У нас Прекрасный На сердечке Love Написано Любовь Вот Вот такой Вот Замечательный Прекрасный Мальчик Голова У него Тоже Двигается То есть У всех Зайник Ручки Ножки Не двигаются А голова Двигается Еще У меня Была Еще одна Зайка Парижанка Я ее называла Я вам покажу В следующем Видео Про нее Фотография Ее уже Купили Забрали Вот Так что Это те Игрушки Которые У меня Есть Сейчас В наличии На данный Монент Пока Все Я была Очень рада Что вы Со мной Провели Это время Надеюсь Вам понравились Мои игрушки Я буду Делать Мастер-классы По Игрушкам По своим Игрушкам У меня Есть Сейчас Одна Игрушка На данном Моменте Которая Вяжется Возможно С нее Я начну Делать Свой первый Мастер-класс Если она Вам понравится И По этим Игрушкам Если они Вам тоже Какие-то Понравились Я Со временем Тоже Постараюсь Сделать Мастер-класс Вы Пишите Какие Вам Игрушки Больше Понравились И Я Посмотрю И Постараюсь Сделать Мастер-класс Очень Рада Была С Вами Познакомиться Показать Вам Свою Любовь Свои Игрушечки Своё Творчество И До встречи В следующем Видео Надеюсь Вам Всё Понравилось Я Решила Засняться Вместе Со своими Игрушками Все Вместе Если Вам Понравилось На моём Канале Если Вам Понравились Мои Игрушки Понравилась Я Пишите Комментарии Задавайте Вопросы Подписывайтесь Жмите На колокольчик Я Всегда Вас Буду Ждать На своём Канале И Очень Рада Новым Знакомством Всё До скорой Встречи Пока-пока Субтитры Субтитры